здорово коллеги и гости канала и сегодня наконец таки мне пришла посылка из волгограда это короче парни у них свое собственное производство город волгоград резаков для канализации полтинник сотка там даже на 160 час моделька выходит короче вот только они пришли я еще их не открывал распаковка будет вместе с вами упаковано охуенно короче коробочка очень много скотча распечатаны печатают на 3d принтере 3d деталь в л.г. лезвие лезвие оуфа типа одни из самых крутых лезвий короче пиздец пиздец какой маленький шаг в движение лезвия надо крутить прямо так хорошенько это у нас фаско снимательная часть это сам творец я предлагаю попробовать сразу так но это режущий элемент то есть сменяемый внутри механизм резак назовем это так лезвие но получается выдвигается и меняется до получается на гайку на шпильку, на болт длинный, да? Получается запаянный в паз. Меняется плезо. Просто вынимается. Чик-чик. Раз. Там пазы есть, в принципе, не ошибетесь. Раз. Два. По долговечности, конечно, не знаю. Вообще, пластик твердый. Ну, 3D-принтер ебаный в рот. Он там как бы хуйню поедине печатает. Так, ладно, допустим, меняем режущий элемент. Вставляем обратно в ручку крутилку. Выкручиваем. И все, он его стягивает вниз-обратно. Лезвие получается двухстороннее. Лезвие двухстороннее. Лезвие двухстороннее. Чик. Закручиваем обратно. Обратно закрутили. Закручиваем. Обратно закрутили в ровень. В общем, у меня есть Ростурпласт. Наш российский производитель. Она типа толстостенная. Такая тверденькая. РТП. И Астендорф обычный, тоненький. Обычный тоненький Астендорф. У нас 100 и 1,5. Короче, пробуем на соточку. Сюда получается сначала. Так. Короче. Откручиваем гаечку. Так. Условно. Затягиваем гаечку. Затягиваем не сильно, чтобы сам аппарат легко крутился. Так. Гаечку чуть-чуть. По ощущению, когда начинает упираться, лезвие. Оставляем и крутим. Нихуя не видно. А, нет. Вот там что-то видно, да. Чуть побольше усилия. И пошел. Еще чуть-чуть усилия. Раз. Идем чуть-чуть реже. Раз, раз. Побольше. Вообще отлично. Чик, все. Блядь, вообще никаких усилий не прилагал толком. Просто со временем уже на опыте поймете, на какой степени крутить, чтобы лезвие выдумывалось. По идее, можно и за два-три леза отрезать. Давайте попробуем еще раз, да. Я ее полностью открыл. Вставляю. 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 Вот, сделаю побольше усилия. Натяг, лезвие. Раз. Чик, все. Буквально три-четыре обороты можно уже отрезать, считай. Чик, расслабил, плынул. Старовал. Так, сам лезок топовый. Вообще оцениваю его на пять из пяти. Реально круто. Вот. Поначалу путаешь направление, куда крутить коросик. Ну, это же опять дело опыта. Со временем уже на автомате это все приходит, конечно же. Как и любое другое действие. Так, фаска. Фаска-сниматель. Фаска-сниматель. Хуй его знает, как он вставляется. Он, наверное, вот так, да? А, ну да. Там лезвие уже стоит. Не, ну, вообще, пиздец, без комментариев. Я вообще усилия никакие не прилагал. Фаску снимать, я думаю, что фаску будет как-то проблематично снимать. А фаску получается все, буквально два оборота. Хуято, да? Блин, здесь, конечно, неудобно. Ну, вот прямо видно. Ну, опять же, это по-любому, в зависимости, какая канализация, а то есть, какой пластик. О, чик, все. Идеально просто, блядь. Просто, сука, секс. Я ебу, блядь. 3D-деталь, Волгоград. Так, ладно, пусть не Астендорф обычно... Но она такая, полиэтек, на самом деле, еще мягче, да? Астендорф, он все равно как-то более такой, ну, непонятный, во всяком случае, по ощупу. Ну, что резак, что фаска-сниматель, короче, вообще, это заебись, нахуй. На 5 из 5 все отрезало. Попробуем взять толстостенную, да, т.п. Что-то типа как рехал, но, естественно, попроще. Так, затягиваем резачок. Ну, это, конечно же, пиздец, какой супер-мега-профессиональный обзор инструмента, но пока вот как могу, так и снимаю, комментирую. Так, погнали резать. Так, тут уже побольше нужно, конечно, подойти за счет. Пиздец, Валера, нахуй, не по направлению пошел. Так, ладно, попробуем еще раз. Так, условно вставили. Затянули. Что-то мне подсказывает, что нужно, за счет того, что она толстостенная, нужно как-то более плотнее ее закручивать, чтобы люфта не было. Кручу, кручу, кручу. Отрезать, сука, хочу. Ну, изнутри уже видно, начинает прорезать потихонечку. Все, отрезал. Еще отлично. Еще тут все, достаешь. Ну, за счет того, что она потолстостенней, конечно, потолще, да, нужно побольше оборотов сделать. Вот, ну, усилия примерно одни и те же. Опять же, за счет того, когда со временем уже на опыте начнете понимать, до какой степени крутить колесико, да, то есть лезвие выдвигать, до какой степени самую круглую часть зажимать, да, чтобы она трубу хватала. То есть тут, получается, идет два механизма регулировки. Захват самой трубы, да, и лезвие выдвигаемое за счет колесика. Так, фаска. Снимаем фаску. Тоже первый раз. Чуть вставил. Там есть фазы, получается, я так понял. Ну, да. Фазы раз. Мотнее, я входит, конечно. Еще раз. Старили. И погнал. Ну, потяжелее, конечно, чем Астендор, но оно и понятно, потому что пластик-то толще. Тоже все, чик, один оборот срезал. Идеально. Идеально. 5 из 5, вот, на самом деле. Это у нас осталось состенное, РТП. Рехау, она такая более зернистая, если помните, да, то есть рехау. Там еще какие-то есть пару производителей. Я не уверен, что, но попробовать нужно. Я не уверен, что он тоже так идеально будет снимать фаску, да, за счет того, что она сыпется. Но, в целом, попробовать можно. Короче, толстостенные берет 5 из 5, что фаска сниматель, что сам резачок. Обычную серую берет, блядь, как некую делать, короче. Все, это касается 110. Такого для точечного монтажа, да, то есть на месте, когда там не нужно изгаляться в шахте или еще где-нибудь, то, блядь, вообще отлично, просто секс. По сравнению с римсом, тем желтым за 110, за 120 тысяч, это просто песня, на самом деле. Там у парней, что-то, по-моему, в районе двух, там, или двух с половиной, он стоит, если не меньше. Ну, естественно, от того, что придете от моего имени, у вас будет там промо-код, скидочка, хуиточка, все такое. То есть парни сделают красиво. Во второй коробочке, я так понимаю, это на полтинник. Полтинничек. Что это за хуйня? Тут у нас идут полтишки какие-то необычные. Полтишки. Это же полтишок? Ну да. Тоже два. И два фаскоснимателя. 3D деталь, Волгоград. Прикольная такая штука. Это у нас ограничитель на 32 трубы, походу. Насадка. Там, наверное, помидорчик. Ой, бля, заебись. Бля, что, 50 грамм. Так, короче, резак. Это типа насадка на 40 трубу. Еще на 32 есть. Да? То есть, понимаете, да? Объяснять не нужно. А сам он в таком исполнении на полтиннике, я так понимаю. Лезвие тоже двухстороннее. Так, вставляем. А, я понял. Просто расширили, вставили. Чуть-чуть поднажали. И пошел рез. Блядь, это просто секс, нахуй. Слушайте, ну вообще, даже с какой-то стороны, если посмотреть, это, возможно, даже будет удобней. То есть, засекаем, да? Вставил. В каком-то смысле, это даже удобнее и быстрее, чем Риджитовский, ну, красненький аппаратик. 5 из 5. 5 из 5. Вот резак, блядь, охуенно вообще. По умолчанию на полтинник. Насадочка на 40-ую. И насадочка на 32-ую. Ну, блядь, ну, это же просто секс. Фаска-сниматель. Тоже идет под различные диаметры. Полно, до 20-ой, я так понял, то есть, вообще пиздец. 20-ой, да, похоже. Так, пробуем фаска-сниматель. По направлению нужно. Фаска-сниматель режет еще... Следующий после паутинника, что там идет? 63-я. О, блядь. Ладно, еще раз. Чик. Блядь. Не по направлению пошел. Чик. Отрезали. Фаска. До конца вставили. И не торопясь, начинаем прокручивать. Чик. 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 Все. Тоже песня. Сказка. Фаска-сниматель тоже 5 из 5. Вот такой вот неебический обзор. Рязаков. Производят наши ребята Волгоград. 3D деталь ВЛГ. Есть на всех маркетпоясах, авито, доставка, хуявка. В общем, рекомендую. Промокод прикреплю. Промокод на скидку от моего имени. Конечно же, прикреплю там где-нибудь под видео или в комментариях. Короче, разберетесь. В целом, блядь, ну ясен хуй, блядь, это как бы не кортье исполнение, да? Но, даже учитывая то, что вроде как все простенько, реально, ну, во-первых, гордость берет. Вроде ерунда, ну, блядь, ебаный в рот. Ерунда, ерундует. Зато какая штука интересная. Что тут еще добавить? Пробуйте, берите, пробуйте. Итоговый вердикт все равно будет за вами. Я, как кто? Я простой сантехник, который обзорил инструмент нашего производства российского. От наших пацанов, для наших пацанов. Все, короче. На связи, всем пока.